В далеком 1988 году в СССР еще была выпущена вот такая вот монетка, посвященная величайшему пролетарскому писателю, основателю даже, так бы я сказал, социального реализма, Алексею Максимовичу Горькому, медно-никелевая монета. Ну что ж, с чего ради мы ее вдруг достали? Дело в том, что Максим Горький, русский советский писатель, драматург, общественный деятель, родился вот как раз сегодня, именно 28 марта в 1868 году, почти 150 лет назад. Настоящего имя было Алексей Максимович Пешков, родился он в Нижнем Новгороде, его отец был с цельюром краснодеревщиком, а мать, дочь владелец Красильни. А рано потеряв отца, подростком Алексей работал грузчиком, пекарем, побывал по Волжье, на Дону, на Украине, в Южной Бессарабии, Крыму, на Кавказе, участвовал в нелегальных народнических кружках. После ареста в 1889 году находился под надзором полиции. В мире большой литературы он оказался с помощью писателя Короленко. В 1892 году Максим публикует первый рассказ «Макар Чудра». В 1899-1900 годах он знакомится с Львом Николаевичем Толстым, с которым споры были иногда настолько жарко, что граф Льв Николаевич Толстой в спорах с Алексеем Максимовичем Горьким иногда позволял себе не совсем цензурные слова и выражения. Ну вот такой он был горящий человек. Также он был знаком и с с Антоном Павловичем Чехом. Он сближается с московскими театралами, которые ставят его пьес-сомещания на дне. МХТ так называемый. Вот следующий период жизни связан с революционной деятельностью. Он вступил в большевистскую партию. Позже, впрочем, разойдя с ней вопрос своей временности соцреволюции в России, он принимал участие в организации первой большевистской легальной газеты «Новая жизнь». Вот в дни декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Москве снабжала рабочие дружины оружием и деньгами. В 1906 году по поручению партии Максим Горький нелегально выехал в Америку, где агитировал в поддержку революции в России. Вот в числе американцев, обеспечивающих прием Горького в США, был Марк Твен. Они были ну, так скажем, очень дружны, остались друзьями до конца жизни. Вообще, то, что писал Алексей Максимович Горький, в России очень-очень любили, но в Европе его произведения пользовались бешеной популярностью, и даже у нас здесь в России то, что он писал, намного превосходило. Он был самым востребованным, так скажем, писателем, даже больше, чем и Чехов, и Лев Николаевич Толстой вместе взятые, так скажем. Ну вот, в 1901 году он был избран почетным академиком Императорской академии наук России. Правда, через год вот за его на и революционные, так скажем, стихи, и стихи, и произведения с революционным наклоном, все-таки вот это вот академическое, у него почетное, так скажем, звание было отозвано, но, тем не менее, успел побывать и в академиках, так скажем. В 1906-1913 годах Горький жил в Италии, на Капри, февральской революции 1917 года Горький встретил восторженно, входил в состав особого совещания по делам искусства, был представителем комиссии по вопросам искусства при исполкоме Петроградского совета РСД. Вот осенью 1921 года из-за обострения туберкулезного процесса уехал улететься за границу. В апреле 1924-го поселился Виталий, это Соренто, в 1928-29 годах приезжал в СССР, а в 1931-м окончательно вернулся в Москву и в последние годы жизни получил официальное признание как основатель соцреализма. В 1932-м родной город писателя Нижний Новгород по случаю 40-летия его литературной гильцей был переименован в город Горький. Я там был, город очень красивый, хороший, метро красивый тоже. Ну вот, среди творческого наследия Максима Горького, романы, пьесы, рассказы, очерки широко известны, значит, «Старуха и Зергиль», «Песня о буревестнике», «Мещане на дне», «Дачники», «Варвары», «Мать», «Васса Железнова», «Дело Артамонова», «Жизнь Клима Самгина», «Сказки об Италии», «Автобиографические повести», «Детство и в людях» и другие произведения писателя. Многие из них последствия были экранизированы. Умер Максим Горький в 1936 году, 18 июня. Вот и местечки Горький под Москвой был похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Вот в те времена довольно-таки странно вот такой к покойникам относились. Вот мозг Горького был отправлен для изучения в столичный институт мозга. Непонятно, что с ним там делали, но вот тем не менее, такой факт имел место. Вокруг его смерти, как и смерти его сына Максима, до сих пор много неясного. Вот непонятно, как, чего. Ну, что случилось, то случилось. Как бы есть немножко время. Сейчас я не знаю, в школах изучают ли его произведения. И вот на случай, если не изучают, я хотел бы вспомнить песню о буревестнике Максима Горького, которая мне очень-очень сильно нравилась в детстве, так скажем. Звучит, например, так. Над седой равниной море ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнией подобной. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит. И тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажды бури. Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Чайки стонут перед бурей. Стонут, мечутся над морем. И на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут. Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударов их пугает. Глупый пингвин гробко прячет тело жирное в утесах. Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем. Все мрачнее и ниже тучи. Опускаются над морем и поют и рвутся волны к высоте навстречу грому. Гром грохочет. В пене гнева стонут волны с ветром в споре. Вот охватывает ветер стаи волны, объятием крепким. И бросает их с размаху в дикой злобе на утесы. Разбивая в пыли брызги изумрудные громады. Буревестник с криком реет черной молнией. Подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Вот он носится как демон, гордый черный демон бури. И смеется и рыдает. Он над тучами смеется, он от радости рыдает. В гневе грома чуткий демон. Он давно устал и слыхал, что он уверен, что не скроет тучи солнца. Нет, не скроют. Ветер вводит, гром грохочет. Синим пламенем плавит стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море, исчезая отражение этих молний. Буря. Скоро грянет буря. Это смелый буревестник, гордо реет между молнией над ревущим гневным морем. То кричит пророк победы. Пусть сильнее грянет буря. Вот. Если мы еще вспомним, что вот это стихотворение было написано перед самой первой февральской революцией 1905 года, то вот как бы все встает на свои места. вот такое предчувствие того, что что-то должно случиться. Ну что ж. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...